здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я вика сегодня мы вяжем вот такую вот интересную шальку манишку шарфик как хотите так назовите я не знаю как точно его охарактеризовать я его вязала в комплект беретту вот вот такую вот вещицу сегодня мы с вами и свяжем о девчонки сняла я первую часть видео и благополучно его ее удалила притом сразу непонятно куда в общем удалила значит снова еще раз девчонки начала и так пряжа у меня из тех которые я заказывала с алиэкспресс которая мне не нравится поэтому смотр на ссылку все-таки оставлю но это пока она мне не нравится возможно через полгода я скажу что я пока не знаю какая она в носке и потом как себя ведет в общем ссылку на всякий случай оставлю чтобы вы видели какая 8 сложений смотана вижу я это все дело к берету так по ощущениям что хочу сказать плачь моим ощущениям где-то 400 метров 100 граммах приблизительно 400 метров 100 грамм а вот если будете менять на другую значит основной узор жемчужная вязка набрала я 60 петель это 29 сантиметров спицы три с половиной миллиметра и вязала 10 сантиметров этим жемчужным узором вот это у меня 34 ряда ряда далее разделила все 60 петель пока не разделила ну далее все вязание делится на 5 равных частей по 12 петель вот они разделенные первую часть я отделила и вязала в высоту те же 10 тоже 10 сантиметров здесь у меня получилось лицевой глади 30 рядов не знаю почему так почему может быть жемчужный узор стягивается вот так вот в общем лицевой глади меня получилось 30 рядов 10 сантиметров вот они я провязала с лицевой ряд лицевыми петлями изнаночный ряд изнаночными петлями отрезаем отрываем нить и переходим к следующим 12 петлям то есть вот так под частичным вязанием мы будем правильно провязывать каждую вот эту вот часть по 12 петель 30 рядов я провязала одну теперь я перехожу ко второй узел я не буду делать я потом покажу как я это все дело обработаем в общем 12 петель 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 и 12 вяжем изнаночной то есть теперь мы вяжем вот эти вот 12 петель точно такое же количество то есть 30 рядов далее мы возьмем следующие 12 провяжем 30 рядов следующий и следующих всего нам должно получиться в таких вот полосок 5 штук а вот все вот эти вот частью сейчас это так в таком безобразном виде потому что у нас очень много это мы все потом обработаем теперь мы соединяем это все вот у нас последняя вот эта полоса и последняя рабочая нить у нас осталось здесь и теперь мы все вяжем цельное полотно при этом снова переходим на жемчужный узор который состоит из смещенной резинки один на один здесь я ничего не привязываю не не делая никаких узелков потом все это мы обработаем все я покажу далее вот так вот соединю все пять и даже ровное полотно снова жемчужным узором так теперь мы пока на данном этапе обработаем вот эти вот концы для этого я воспользуюсь иголкой буду вот так вот такой вот как бы узел и продеваю нить увожу не в полотно а именно сюда здесь она спрячется то есть переплетениях затеряется не будет ее видно так вот таким вот образом образа обработаю все вот эти вот ниточки так вот смотрите что у меня получилось здесь я обработала все ниточки заправила теперь вязала я ровное полотно сейчас скажу сколько сантиметров но тут вы должны мерить как вам мы как вы хотите вот у меня 40 сантиметров но это вот от дырок я вязала 40 сантиметров до следующих сейчас я разделю точно также на 5 частей и сделаю точно такую же часть вот здесь то есть сейчас я буду разделять по 12 петель то есть в точности повторяю вот эту часть между ними у меня 40 сантиметров вот они сейчас я отделю первые 12 петель провяжу 30 рядов вторые 12 33 до 3 12 и так 5 5 частей по 30 рядов по 12 петель видим да я провязала сделала 5 вот этих полосок точно так же как вначале затянула вот эти ниточки они у меня здесь тоже были на я их уже убрала и сейчас очень ответственный момент я сейчас нам нужно переплести вот это вот как бы плетенка для этого перегибаем вот так вот складываем в состояние снуда или этой манишки теперь начнем с этой стороны где у нас клубок я переснимаю вот так вот на иглу буду переснимать можно на шпильку девчонки но так как у меня ну я имею ввиду на булавку которая закрывается ее нет а купить негде потому что все закрыто поэтому я воспользуюсь иглой и так я пересняла на иглу в первую как бы эту штучку как сказать первый участок и просто переплетаю его между вот этими продеваю в дырочки есть видите видите это первую я проделать теперь переснимать я буду на эту спицу конечно проще всего будет если у вас есть шпильки переснять все на шпильке переплести а потом продеть в спицу да логичнее так теперь следующую здесь уже клубка не будет следующих это будет попроще так здесь мы просто в обратном положении если здесь у первого у нас пошла под полоску то это идет поверх полоски и так далее то есть наоборот чтобы получилось у нас плетенка вот здесь одеваем опять же на спицу так следующее снова здесь у нас шла полоса поверх этой полосы значит наоборот теперь идем снизу вверх переодеваем на спицу если вы провяжите не 10 сантиметров а допустим 15 этих полосок то у вас будет вот эта плетенка посвободнее это уже тоже зависит от ваших пожеланий я хотела такую как бы ее компактную стяну то есть вот видите такую вот она была присборенной эффект был так и еще две так снова смотрим у нас последняя здесь была под низом значит сверху и переодеваем на спицу то есть переплетаем шахматном порядке вот видите такая красивая получается плетеночка и последний чуть уже посложнее последним но ничего все можно подвинуть и продеть все продели все пять полосок теперь соединяем опять же эти все пять полосок и вяжем в цельном вязание еще 10 сантиметров жемчужным узором вот вот они видите теперь я начинаю вязать все вот эти петли жемчужным узором 10 сантиметров так вот я провязала то же что и в начале то есть 4 ряда вот здесь еще я провязала 34 ряда жемчужным узором по сути значит у нас здесь 10 метров 10 10 и 10 всего 80 сантиметров сама шарка у нас тут так как нам пришлось сделать эти переплетения то она понятное дело что измерить мы ее не можем вот сейчас я все петли закрываю так все все петли я закрыла теперь нам остается продеть только вот эти вот все хвосты на изнаночную сторону хвосты и вот эти вот эти мы продеваем с изнанки и уводим туда где вот отсюда он видите как замаскирован значит здесь мы делаем узелок и уводим именно вовнутрь туда замаскировать вот делаем со всеми хвостами вот вот эти вот по сути все девчонки что хочу еще хотела вот 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 этого эффекта набранности я хотела добиться поэтому у меня короткие вот эти вот короткое плетение если вы хотите более такой свободный лежащий 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 лежащую шаль вы просто делаете здесь не 10 сантиметров а 15-20 и тогда она у вас свободно будет так лежащий лежать на плечах то же самое здесь если хотите больше под горло делаете здесь 40 сантиметров как я если хотите более шаль шалью то 50 там допустим меряйте по себе ну 50 я думаю хватит сантиметров все девчонки на сегодня все я думаю комплект я связала вот с вами была вика школа рукоделия всем пока 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 пока